Крематория Северного Казахстана не справляются с количеством птиц, которые везут туда на утилизацию. Машины по сжиганию работают круглосуточно, но все равно не успевают уничтожать мертвых пернатых. Их слишком много. Возле Петропавловска экстренно открыли новый скотомогильник. Так что теперь трупы сжигают еще и под открытым небом. Собственный корреспондент КТК в Северном регионе Инна Лопатка увидела, как там расправляются с птичьим гриппом. Как только инфекция появилась в Северном Казахстане, чиновники пообещали, что павшую птицу будут уничтожать в специальных крематориях. Но падеж оказался таким колоссальным, что инсенераторы, где сжигают ушки, просто не справляются. Пришлось открывать новый скотомогильник. В земле экстренно вырыли яму, наполнили ее горючими материалами и стали сжигать трупы сразу тысячами. Здесь 6 тысяч поголовья. Просто инсенератор не успевает по районам развозить. На другие инсенераторы распространять заболевания. Поэтому было принято решение. По официальным данным, в Северном Казахстане пало уже почти 200 тысяч птичьих голов. Из них 183 тысячи – это потери птицефабрики в ауле Бесколь. Около 17 тысяч кур и гусей погибли на частных подворьях. Для уничтожения мертвой птицы задействовали 14 трупосжигательных аппаратов. В том числе мощный передвижной крематорий республиканского противоэпизоотического отряда. В час он сжигает по 3 тонны птицы. Передвижной инсенератор работает сутками. В сутки он сжигает сейчас 20 тысяч голов птицы. Мы здесь уже работаем где-то в пределах 8 дней. Вот они где-то в пределах 150-140-150 тысяч птиц сожгли в этом. Очень мощный, высококачественный. Отходы пепел, значит, получается чистый пепел, который можно использовать для удобрения. В соседней Павлодарской области официально погибло 4 тысячи пернатых. Для утилизации в регион тоже приехал специальный крематорий. Всего ветеринары готовятся сжечь тут около 15 тысяч кур гусей и уток. Точное количество будет известно после того, как закончится изъятие мертвой и живой птицы в карантинных аулах. А жителей Северного Казахстана теперь больше всего интересует, безопасно ли уничтожать заразу под открытым небом. Это все в рамках действующего законодательства, значит, ветеринарно-санитарными правилами предусмотрена утилизация, значит, трупов птицы в ямах путем сжигания. После того, как сжигание завершится в этой яме, будет проведена дезинфекция, соответственно, и этот скотомогильник будет законсервирован. В Северном Казахстане на карантин закрыто уже 29 сел, и лишь в 11 из них мертвая и больная птица уничтожена. Теперь здесь обещают провести тотальную дезинфекцию. В 11 селах карантин ввели сегодня. Так что изъять тушки павших кургусей и уток у местных птицеводов еще только предстоит. Инна Лопатка, Игорь Казанцев, Андрей Масан, КТК.